доброго времени суток всем это видео я решил записать специально для моего подписчика александра александра если ты смотришь пиши в комментарии ролик будет про дома сип панелей в котором я на данный момент уже проживаю ровно один год ну и собственно не будем затягивать я расскажу вам всю хронологию этого года что случилось домом что случилось вокруг дома чтобы вам было собственно понятно как жизнь в доме сип панели собственно протекает сразу скажу что все косяки в плане дома и того что вокруг дома лежат на ответственности застройщика тех людей которые мне строили подводили коммуникации и тому подобное именно в самой технологии есть единственный для меня достаточно критичный минус я думаю для некоторых из вас о котором я скажу все остальное будет относиться к все остальные негативные моменты будут относиться только к застройщику и так поехали собственно год назад заселился я дома сип панелей для начала я сделал ремонт первого этажа но так собственно не не полностью а именно для того чтобы можно было существовать мне мои супруги и моим детям первое из того что было сделано это был постелен линолеум была отделана ванная комната положено плитка поставлен унитаз поставлена ванна стиральная машина далее была поставлена кухня ну и собственно остальные предметы интерьера переехали из моего бывшего собственного места проживания из квартиры а это именно диван кровать телевизор и стол ну и все остальное холодильнике бытовая техника всякая вот я считаю что и придерживаться этого мнения что если вы заезжаете в новый пустой дом у вас обязательно должна быть оборудована ванная комната соответственно с санузлом и кухня на которой вы собственно готовите себе пищу остальное это все посредственно место где спать вы найдете всегда далее что собственно происходило живем мы три месяца первые никого не трогаем все нормально тут в один прекрасный момент начинает выбивать автомат то есть даже не автоматы не разделены все комнаты на автомате своими тублерами то есть спальня гостиная ванная все это разделено коридор и у меня начинает выбивать сначала один автомат а потом уже собственно автомат который идет со столба у меня на доме висит счетчик ну кто понимает что такое сейчас уже счетчики оставляют на столбах более новые это кстати минус того что вы на него не можете уже повесить магнит кто этим занимался вешают магнит и тормозят данные вы уже этого не сможете сделать это нам счетчиков на старых счетчиков которые на доме или в доме можно этим заниматься но сразу говорю я этим не занимаюсь есть знакомые которые этим занимаются но не очень удачно вот и начала выбивать основной счетчик который мне на доме я не могу определить в чем проблема но естественно я же не электрик звоню на работу отпрашиваю звоню электрику электрик приезжает прозванивает оказывается в скважине есть какие-то перебои лезет в скважину там есть такая коробочка в которой ли стоят транзисторы всяким и разбираем чистим возможно проблема в ней нет все работает он все проверяет проблемы не в ней соответственно проблема в насосе глубинном погружном который находится скважину окей свет также выбивает то есть не включая свет его тут же выбивает созваниваюсь с знакомым человеком который делает эти скважины обслуживать насосы и так далее все он приезжает я сижу неделю без света без воды без ничего детей отправил бабушки извиняюсь вот мы достаем насос и оказывается что изоляция которая подходит от провода к дому к проводу насосу ну просто замотана изоленты обычный красный тут фотки прикреплять буду того что у меня осталось я вам все покажу соответственно насос когда работает он по скважине он так туда-сюда трясется это естественно и он разбил вот эту изоляцию эти провода и там был короткое замыкание козе там было на проводах из-за этого собственно все выбивала что мы делаем мы достаем насос все это как надо сматываем надеваем такие специальные продаются как называется жгуты или обтяжки какие-то резиновые с клеем который нагреваешь когда там клей этот приходит чувство и все заклеивать собственно изнутри это специальные такие продаются стяжки для именно проводов которые находятся либо под землей либо в воде как в моем случае чтоб туда ничего не попадала не вода не не образовалась никакого короткого замыкания все сделаем все делаем все по совести все отлично закидываем насос обратно все работает все прекрасно дальше это был конец февраля начало марта начинается у нас весна начинается лето соответственно первая проблема достаточно большая с которой мы сталкиваемся это муравьи на участке было очень много муравейников естественно зимой они не функционируют а летом они уже все побежали в дом соответственно дорожки везде по дому везде муравьи плюс еще в этом году не знаю может у кого-то еще это было вот эти маленькие мошки дроздорофилы просто их было очень много море приматик может хотя никаких собственных признаков для того чтобы они появились не было а признаки это там какая-то тухлая пища картошка морковка или что-то оставленное на долгое время в мойке например яблоки или мясо от них вот полетят вот такие мошки такого ничего не было но может было очень много возможно это из-за того что соседней области там что-то случилось на сахарном заводе что-то я слышал такой везде разлился сахар и вот эти мошки полетели и в той области прилетели к нам возможно это повлияло но и было очень много если у кого-то также было можете писать комментарии далее по муравьям начал смотреть ролики читать интернет первое на что наткнулся это был раптор такой баллон большой раптора с брызгалкой давно как он называется но не суть начинаю брызгать везде этим раптором этого раптора хватало ровно на неделю вот неделю нет муравьев проходит неделя все по новой два-три раза брызгалкой тем раптором ну вижу что эффекта особого нет далее начинаю копать читать еду в магазин которым продаются семена и всякая трава и мне там советуют гранулы такие порошковые гранулы в пакетиках рассыпь на муравейники эти гранулы окей основная часть муравейников под домом лезу под дом соответственно между там свои пустое место я могу там позицию что-то сделать залезаю под дом рассыпаю эти гранулы 5 пакетиков я где-то рассыпал там все муравьи пропали естественно гранулы вам показал уже как они выглядят покупайте пользуйтесь по моему витязь называется или что-то такое все дальше лето проходит все прекрасно конец августа месяца в один прекрасный момент я встаю открываю кран нет воды смотрю пробки все нормально ничего не убивает просто нет воды звоню тому самому знакомому который мне в конце февраля начале марта могла со скважиной кстати по ценам в тот раз я ему отдал 5000 за то что у меня все перемотал нормально сделано обратно его грузили это по ценник теперь он приезжает прозванивают ну что надо доставать насос опять кстати насос заставать очень тяжело у меня он погружен на 50 метров сам все насос тяжелый насос акварио стоит он 18 тысяч примерно ну у каждого по-разному достаём насос начинаем его прозванивать насос не работает вообще не работает он дает вот от конца насоса вот такой напор он дает все больше не дает соответственно не он не поднимает воду и из-за этого мне в доме нет воды начинаем разбираться почему так собственно получилось потому что насос но минимум три-четыре года может работать автономно его не надо обслуживать три-четыре года его нужно доставать смотреть что с ним там менять ролики и всякие там пластиковые элементы они изнашиваются из разговора с ним собственно я это узнал вот приходим готов почему собственно так было в тот момент когда те ребята сделали мне такую изоляцию они еще мне настроили бак которыми стоит скважине который набирает воду водонакопительный бак и то есть у меня насос получается работал все это время вот эти три месяца пока мы первый раз его не достали на износ он не выключался вообще то есть он работал работал работала и работу насос должен накачать этот бак в моем случае это 100 литров бак когда начинает израсходоваться там доходит до определенной точки включается насос накачивать его заново вот так это работает а у меня он постоянно просто работал минуя этот бак и постоянно он был подопределен напряжение соответственно из-за этого он износился зовут эти короткие три месяца соответственно потому когда все это настроили он немного еще поработал около полугода и все ему пришел хамон то есть все он не работает естественно что мы делаем едем магазин покупаем такой же насос потому что он был достаточно неплохой акварио достаточно хорошая фирма если кто-то выбирает насос и рассмотрите акварио вот все берем этот насос все нормально скручиваем погружаем туда все прекрасно работает все за работу я отдаю в районе 5 опять плюс я покупаю насос 18 чем-то плюс я покупаю там соединители на трубы новые потому что я уже ржавые и все а этот насос отдаю ему говорит будет зима не делать нечего скважины я не рою я с ним поковыряюсь что мы с ним сделаю ориентировочный ремонт будет стоить 6 7000 по прекрасным едем дальше соответственно все наступает осень а у меня здесь глина мы соседями сбрасываемся на щебенку сыпем щебенка все прекрасно ничего не беспокоит тут я вспоминаю про дверь я забыл что у меня зимой потела дверь и я эту проблему решил решил решить соответственно лет вот уже летом прошло собственно про дверь я забыл тут вспоминаю про дверь начинается 1 мороза у меня потеет коробка потеет дверь просто ужасно на вся в воде вся под на вот что я думаю по этому поводу во первых говорю вам кто строит дома или сам себе или нанимает застройщиков обратите сразу внимание чтобы ставить хорошую дверь не ставьте обычную китайскую пустую в некоторых случаях полупустую металлическую дверь она в любом случае будет потеть и плюс делают делайте холодный коридор холодный коридор у меня маленький там не батареи ничего нет либо ставьте в нем батарею чтобы ничего не потело чтобы такая же температура как доме если у вас нет там батареи делайте вторую дверь а вторую дверь в лучшем случае и так надо правильно поступать делайте балконный то есть вот эта пластиковая дверь и стеклопакет она не пропускает никакой воздух ту дверь теплой и у вас не будет потеть даже в принципе любая дверь это же самое дешевое не будет потеть потому что там будет свой микроклиник точки росы там не будет потеет дверь из-за точки росы вот у меня стоит обычная дешевая межкомнатная дверь в этом плане на по тела не то что она была дешевая на стоил 5000 в этом плане на потяну если выбираете двери берите качественные двери в итоге я вам сейчас поставил дверь она недорогая на стоит 15000 но она трехслойная она с нормальной коробкой я подошел к этому вопросу в плане экономичности то есть это достойная дверь за свои деньги уличная плюс еще в магазинах могут обмануть сказать что это дверь для дома уличная для частного дома в итоге окажется что это дверь для квартиры соответственно вот один знакомый так поставил купил дверь за 35000 все она большая хорошая но не знаю только консультант сам не знал в магазине он ему сказал что она для дома а вот и оказалось что она для квартиры просто и теперь она у него деформируется нет она не по темам просто деформируется от холода и от жары потому что на нее попадают прямую прямые солнечные лучи а зимой соответственно мерзнет вот так что вопрос дверь я решил за 15000 плюс установка две с половиной тысячи считаю это нормальные адекватные деньги за решение этой проблемы но в принципе можно сказать что все и теперь единственный минус который для меня критичен это шумоизоляция очень плохая шумоизоляция в домах по канадской технологии в домах из сип панелей это для меня основной минус и вообще минус этих всех домов вот на улице лает собака как будто она лает у тебя в доме или например вы разговариваете с супругой там еще с кем-то на повышенных тонах доме все соседи знают что у вас происходит если вы по натуре своей закрытый человек никому не кабины без разницы что происходит на улице вы хотите жить спокойно и ничего не слышать не стройте себе дома по канадской технологии шумоизоляция это самый основной минус этих домов надеюсь я понятно и доходчиво объяснил что единственный минус этой технологии повторюсь еще раз это шумоизоляция все очень слышно отлично что происходит вокруг и все слышно тем кто находится вокруг что происходит у вас в доме мой грубо говоря можно это сравнить с панельным многоквартирным дом вот на таком уровне находится шумоизоляция если для вас это критично не стройте такой дом или строите такой дом большой удаленности от соседей чтобы они знают что у вас происходит вам не надоедали их не этом крики или чем это занимается далее по плюсам очень теплый сравниваю с пеноблоком кто-то вот решает пеноблок или сепанель сепанель теплее плане даже расходы на газ рассказываю вот в эти месяцы сейчас плачу полторы тысячи на газ все мои знакомые с домами из пеноблока такой же квадратуры платят в районе четырех пяти иногда шести тысяч это не утепленные дома естественно если пеноблок утеплен кирпичом еще проложен это уже другой разговор и еще есть утеплитель между кирпичом и пеноблок там уже подешевле но все равно до теплоты дома и сеп панелей он не доходит небольшой пример знакомый вот сейчас на улице и бывает до минус 7 минус 10 зимой зимой ночью днем температура около трех-двух там колесо светит 0 градусов я топлю максимум 60 55 60 он топит уже 80 на своем котле у него наполненный котел в баксе хороший котел 80 на всю почти гранит у него дома спина блока зашиты с утеплителем и сайдингом то есть пеноблок утеплитель сайдинг без кирпича вот такие собственно моменты по теплу в этом доме насчет грызунов есть такой стереотип что пенопластом всем грызуны будут мыши машине я видел под домом несколько мышей черный там серенькая бедного это было по осени они прятались под дом естественно под домом тепло идет от дома там теплее они туда забежали и где-то там тусуется свелись или гнездо не знаю в дом они никак не пропали не попали и не пробрались а почему они не пробрались потому что все запенено и все стык стык сделаны и проверчена если нет никакой дырки грызун не полезет если он ну то есть дом нигде не сифонит это проверяйте сразу чтобы у вас по полу и по стенам нигде ничего не сифонило с улицы если будет где-то дырка мышка или крыса это почувствует или хомяк например какой-то или хорек и он полезет туда только если будет дырка если их нету никто туда не полезет надеюсь с этим понятно у меня мыши нет ничего нет единственное были муравьи эту проблему я решил далее по поводу экологичности но соответственно живу я еще год не отравился жив-здоров не особо ничем не болеют дети мои не болеют не знаю проверку я на химические всякие элементы воздухе не делал но именно по моим ощущениям все нормально никакой посторонний запах никакого здесь нет по поводу того что это все химии клей не знаю могу сказать так что на меня это пока никак не влияет даже если это и есть на это я не обращаю никакого внимания мне все устраивает все нормально еще по поводу того что он с двух сторон например деревянные вот у меня он ну за 2 2 получается посередине пенопласт вот где-то около месяца назад поставил я вытяжку в другом ролике я сделаю полный обзор дома сейчас нет возможности такой сделать такой обзор чуть попозже если будет нужно пишите комментарии я полностью обойду все сниму все покажу на какой он сейчас стадии как он сейчас выглядит делал я вытяжку как я и делал сначала я думал и опустить вентиляционный ход который мне сделал застройщик который был не начали но потом я подумал что максимальная кпд этой вытяжки будет если я сразу после нее сделаю дырку стены я решил просто купить там полметра трубы вытяжки купить этот переход на 180 градусов сделать дырку стене и просто в стену как бы воткнуть сразу над вытяжкой и в принципе кпд сохраняется вытяжки максимально и не вот эти все трубы вести а так мне пришлось бы два метра сюда вести до угла полтора метра еще до дырки вести до вентиляции соответственно приехал ко мне родственник помогает все мы все высверлили и естественно ради интереса уже было был как был конец осени собственно на улице очень влажно и посадил были капли постоянно конденсата я смотрю с обратной стороны соответственно где у избе соприкасается с сайдингом все сухое никаких капель ничего нету соответственно он не будет гнить соответственно все сделано правильно у меня нет никакого утеплителя у меня идет о избе панели дальше сразу сами вот и все в принципе технология рабочие можете так строить никакой утеплитель не нужен никакого конденсата никакой воды там нету ничего не гниет единственное где в доме есть сейчас влажность это ванная комната естественно вы понимаете откуда там такая влажность искупать двое детей постоянно брызги это считаю все нормально ну вроде бы ничего не упустил даже если что-то его пасть упустил по поводу этого дома пишите в комментарии свои вопросы я либо отвечу на комментарии либо если я многое упустил вы напишите много вопросов я запишу еще один ролик и расскажу вам по поводу этих вопрос а так еще раз спасибо александру за то что так настойчиво писал комментарии чтобы я сделал такое видео я его сделал единственный для меня минус это шумоизоляция во всем остальном меня в принципе дом полностью устраивает никаких проблем нет всем спасибо всем удачи всем пока